Армянскому пропагандисту Геворгу Мерзояну, прикидывающемуся русским патриотам, позвонили из военкомата в России. Реакция псевдопатриота Мерзояна на то, что его приглашают прийти в военкомат, оказалась ожидаемой. Геворг Валерьевич, испугавшись, ответил «никогда». Почему ожидаемой? Потому что Мерзоян, как и все подобные ему пропагандисты армянской национальности, могут только болтать. А когда доходят до дела, сразу в кусты. Представляем вашему вниманию кадры позорного поведения Мерзояна. Всем привет! Ну что, друзья, я всегда говорил, что все эти скрепные диванные патриоты, как только увидят повесочку, сразу поляшком у них потечет желтая жидкость. И тоже какие-то массы с тыла потекут, по тем же ляшкам. Есть такой супер-патриот России, Геворг Мерзоян. Знаете такого? Ну вот ему и позвонили из военкомата. Азербайджанцы, красавцы, ребята хорошие сделали пранк. Послушайте, как отреагировал этот патриот. Алло? Да. Геворг Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Так, вы у нас 84-го года рождения до 09-01. Прописано Бесконедиковский бульвар, да? Да. Так, когда сможете подойти военкомат к нам? Никогда. Почему? Не хочу. Ээээ, нет не хочу. Знаете, что у нас отличная мобилизация? Знаю. Вот такие они все. Они могут только болтать, когда ходят до дела, а не сразу в кусты. Сейчас мы всех узких собрать и спрятать. Закусить. 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 Потому что они же считают себя элитой. А дохнуть, непонятно за что. Должны какие-то мужики из-за МКАДа. А это же элита России. Ну куда? Какой фронт может быть? Он же мозг России. Вот этот Мерзоян и подобные ему. Поэтому никогда мы, конечно, на фронте не увидим ни матроса Кузичева, ни десантника Шейнина, ни танкиста Соловьева и всех прочих вот этих боевых, которые с нацизмом 8 лет борются. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.